вот такой мой город ночной полдесятого ночи 13 мая девочки мальчики всем привет привет не думала сегодня снимать видео вообще на улице было очень холодно девчата как осень глубоко вот такой перепад погоды вроде видите небо какое и вот такая погода погодка стояла сегодня такой ледник а сейчас вот морозь началась я сегодня девочки вызывала врача сейчас город посмотрим пойдем на кухню и там я вам расскажу огни зажглись я люблю смотреть на город ночной особенно когда знаете или зима на улице когда холодно ты сидишь в доме в тепле еще когда печку натопишь живой огонь вот этот тепло дает и ощущение комфорта ощущаешь полной грудью девочки это очень хорошо а летом красиво если сейчас был теплый теплый летний вечер я бы сидела во дворе села бы в кресла и просто бы наслаждалась воздухом вязала бы или что-то в этом чай пила это я обожаю ну а сегодня такая погода у нас не посидишь и даже не постоишь видите как темно огород мы посадили а я сегодня не вышла сеять но у меня посеяна это капуста девчонки на рассаду а лук морковку я еще не сажал ну и хорошо что не сажал если сейчас дождь пройдет земля немножечко подмокнет и я в такую влажную земельечку все посею еще все равно холодно ночами прохладно вот вам показала город потому что многие мне писали тайне какой красиво все же вид на ночной именно город смотрите весь весь в огнях но это у меня на сопке девчонки а если смотреть в центре города там конечно совсем другое там все в иллюминациях все здания вот эти вот все освещение очень красивое вот сейчас потеплеет вечером то я не смогу снимать потому что мы по темно не ходим никуда сейчас не советское время когда мы ходили свободно и никого не боялись сейчас темнело девочки мы сидим дома а вот тем более мы живем на сопке на горе чтобы по темноте желательно не ходить вот так вот городе вот заснять вот такой вот вид это очень красивый город у нас сейчас девчата пойдем на кухню немножечко с вами поговорим а что у меня на кухне на кухне у меня вот что было шесть сосисек и было немножко теста сейчас она раз разэтывается но подойдет оно было в морозилке у меня вытащила я захотела сосиски в тесте мама хочу сосиски в тесте а игру в чем проблема шесть штук есть я их порезала пополам девчата получилось 12 ребенку наестся и мне чай попить и думаю дай-ка я быстренько сейчас их наверчу сейчас пока он будет греться духовка тесто хорошо подойдет ну вот и быстро их в духовочку приготовлю на улице ночь кот вон я видите вот мое изображение кот мой пошел на улицу ой на улицу наверх а я девчата вот чем занималась немножко вязала там кокетку а в основном я вот вязала планки перед а то спинка лежит у меня сейчас я поставлю телефон налью себе чайку и с вами поболтаем девочки и она кухню пришла мне уже знаете полдесятого вечера я сегодня ничем не занималась целый день я вчера легла в четыре часа ночи девчата вера заболела ну и вся была на эмоциях конечно сегодня все хорошо все нормально я хочу сказать и поблагодарить всех мои дорогие вас моих моих любимых моих дорогих моих преданных подписчиков за вашу поддержку вот тяжелые моменты моей жизни вы действительно меня держите на плаву за это я вам очень-очень благодарна девочки мои и мальчики мне вчера опять написали вас смотрят не только девочки сейчас я чай малью девчата но и мальчики а я все время забываю надо обращаться наверное к вам как-то так вот чтобы не обижать мужской пол девчонки я всем благодарна всем без исключения кто написал мне кто позвонил и сегодня много-много девчат не звонили в отцап ваша поддержка очень сильнейшая для меня для моей доченьки дочь заболела я сегодня вызвала врача на дом врач приехала утром где-то в 11 часов их возят у нас у нас поликлиника и здесь вот район частный сектор но большой самый район участок у нее очень большой ее всегда не пешком ходит врач а привозит водитель на машине врач пришла у нас молода щас врач такая неплохая хорошая вот пришла посмотрела веру и сказал но я знал что там гланды ангина она сказала аденоиды гнойные гнойные вот здесь вот где горло я вчера и заглядывала гривой веру тебя уже такие гланды нехорошие я же рассказывала она маленькая у меня когда была она засыпала и вплоть до остановки дыхания не спала года три наверное а то и больше я спала в полуха и спала с ней все время ее будила и так вот и или на бочок ложила ли выше на подушку но она врач сказал что это вирус девочки мы поймали сильный кашель температура была 37 и 2 потом два дня 38 и 5 сегодня вот еще не мерили на ночь она в день как бы поменьше становится а в ночь поднимается вера сегодня утром померил 39 я аж напугалась я веру померя хорошо градусник может быть градусник не то показывает она грудь нет ну померили 37 и 5 было и артеналь не так держала его слышите как она кашляет вот она наверху там лежит и кашляет мне слышно кашель вот этот кашель у ребенка прям покоя нету я говорю что вы нам выпишите антибиотики что нагреть нет организм молодой она уже большая пусть организм справляется сам гексорал капаем ксилен в нос промывать там нос она еще одну штучку выписала какой-то и я рассасывающие вот эти таблеточки давала ну и брызгала ей и полоскали полоскали сода с солью а мы полоскали этим желтенькой таблетка как она называется короче я вчера еще говорил давай соды полоскать но врач сказал вера хочешь вылечиться полощи каждый там полтора часа надо полоскать горло но полощу все процедуры делаем если не просто в аптеку надо было еще сгонять там еще один какой-то препарат она выписала я лежит у меня на бумажке записано я не запоминаю лекарства девчат я их стараюсь не пить поэтому даже у меня памяти на них нету название вот но сегодня был такой ветер деревья так носила вот так качала и из стороны в сторону что и холодно прямо треский холод я думаю не пойду у нас есть лекарства на первые там дни не пойду и надо было поехать в опеку билеты отвезти ничего страшного все равно были праздничные дни в этом месяце не сдам сдам значит в следующие месяцы никуда они не денутся и примут за два месяца я налила девочки чаю себе пить хочу вы уж меня простите я буду потихонечку пить и тяжело говорить почему-то у самого голос так вот пропадает вот ну и сегодня короче я и в огород даже не пошла не пошла в огород потому что холодно а сейчас думаю пойду покажу вам ночной город красоту огней а там мороз началась но вроде бы как дождь обещают не знаю как он будет или не будет кокетку платья перевязывала опять но он у меня наверху я потом покажу вам перевязываю я набрала большее количество петель и значит там вот в этом самом верхе я изменила немножко схему там я на расширение сразу пошла побольше прибавляла но я записываю девчат все на бумажечку с отдельно вот сейчас свяжу это первое кокетку и начну же на камеру с розовой с этой сбегу не вязать а тут вечером уже села до четырех часов а я просто сидел девчат на телефоне то один позвонит то другой то третий я всем всем говорю большое большое вам спасибо кто позвонил кто написал мне девчата я очень благодарна вам еще расскажу и всегда буду говорить вам о благодарности слова и большое спасибо что вы меня не оставляете мой канал что вы смотрите что вы ждете видео не переживайте девчата я канал никогда не брошу никогда я не для того трудилась почти год вот кстати в мае в мае по моему на там посмотреть 20 то ли 22 я посмотрю вот в мае значит будет как раз год как я уже так более-менее начала заниматься каналом вот по моему потому что я там первое видео закинула у меня помню там была кардиганчик с кавказской пряжи пряжи бирюзовый верн розовая кофточка и пледик с кавказской пряжи для внученьки но я просто его закинул для себя а потом шла туда гляжу комментарии появились потом гляжу просмотры появились и вот а вот это было начало как бы моего канала после этого я уже начала потихонечку потихонечку добавлять видео вот ну я даже не думала девочки я даже не думала что у меня будет около десяти тысяч подписчиков я как-то ну выпускала видео снимала я все делала души мне предлагали сколько раз там писали мол вот вы выпустили видео а у вас просмотров нету бывало ли у вас такое значит мы можем раскрутить ваш канал я такие вещи девчата не ведусь потому что это все не настоящее ну раскрутили бы они мне канал но это было бы все фикция вот на данный как момент и сейчас youtube проверяет если даже человек подписан допустим на меня но он меня не смотрит его просто удаляют из подписчиков или как там я не знаю так по моему но у меня потихонечку потихонечку добавляются я об этом не переживаю сколько приходит людей столько приходит сколько уходит есть люди которые отписываются есть люди которые подписываются наоборот я всем благодарна кому то не понравился мой канал он уходит и все правильно девчата так и должно быть остаются те люди которые со мной единомышленники которые выросли в советском союзе которые воспитывались в том же духе как и я я же вас всех уже чувствую абсолютно и даже те люди что у нас даже мысли одинаковые девочки и мальчики мы мыслим одинаково мы рассуждаем одинаково это радует это радует и какие бы границы нам государство не создавала мы все равно дружим и будем дружить у меня появились друзья с украины с германии есть даже с америки с казахстана с узбекистана с севера ну большой это обширная обширная наша страна я даже не могу всех перечислить я вот так я конечно радуюсь этому я конечно радуюсь девчата я просыпаюсь и жду ваши комментарии я захожу сразу сразу телефон и в первую очередь я прочитываю комментарии что кто мне написал обратная связь это много значит для любого человека значит значит по ту сторону экрана есть вы живые настоящие мои друзья по другому я не скажу вы мои друзья и среди вас есть уже более близкие для меня друзья которые уже становятся чуть ли не родными людьми для меня это очень хорошо у меня вера ждет сосиски в тесте лежит там врач запретила гулять сказала вы вирус поймали а вере звонил мальчик со школы сказал полкласса заболела а я говорю вот дочка осталось тут учиться то чуть-чуть две недели неделю мы проболеем и там недели останется но пока учебники сдадим а там подготовка к линейке выпускной девочки опять прошел учебный год вот завершается моя дочь заканчивает 7 класс мне даже не верится я помню тот день когда я ее за ручку было в первый класс и тут было как будто вчера 5 лет я ее водила за руку утром и забирала в шесть часов где в 5 где в 4 вечера после продленки а сейчас смотрю вера это еще еще два года 8 9 класс у нас школа девятилетка и мы будем уже поступать учиться как быстро летит не то что год а жизнь девчата быстро летит она скоротечна она скоротечна а так все хочется всего хочется хочется многому научиться с многими подружиться но многим подарить свое тепло и от многих его получать это хочется вот нитку привязала мне помогло рука прошла рука вот здесь была растянутая ну сейчас тут можно верить не верить обычная обычная нитка на шерстяная я привязала у меня все прошло абсолютно я сегодня днем так хотела спать но в 4 часа легла стала я правда спала долго я встала на пол одиннадцатого потом снова задремала чуть-чуть еще подремала пока это приехала врач а днем так хотелось спать вера ну иди мам на первый этаж поспи я говорю нет я не пойду спать я лучше повяжу до телевизор смотрела включила глядела потому что днем поспишь потом ночь куда девать девчата не стала спать сейчас уже спеку все ребенка напою лекарствами спать отправлю сама еще немножко повяжу и тоже пойду спать а завтра поеду поеду в аптеку съездю куплю лекарства там мое уже лекарство заканчивается вот только вроде недавно покупала но я покупал на месяц там у меня уже на неделю только остается три недели я уже пропила лекарства эти вот поэтому девочки я не буду с вами прощаться сейчас пику вам покажу что у меня получится а а потом сегодня может быть вечером и не включусь больше посмотрю мои хорошие как вдруг вдруг меня действительно склонит и я усну все может быть потому что четыре часа я полуноченьком уже стала вот то завтра я включусь к вам обязательно обязательно вот это у меня без двадцати десять а по московские время московской это три часа три всем приятного дня чтобы его провели свое удовольствие чтобы он был тепленький солнечный в огороде все распустилась а сегодня ветер свишни цветочки летят смотрю так у меня зацветает сирень так красиво зацветает я потом вам покажу у меня здесь то в огороде я сажала от розчику нужен такой кустик разросся приличный цветущий и возле дома сирень и сакура цветет девчата как она красиво цветет это просто обалдеть цветы таки на ней нежнейшие вот у соседа выше дом у него желтая сакура посажена у них такой глухой забор там только макушечку видно но желтенькая тоже симпатичная она же бывает очень сакура разная вот показывают вот это выставка в японии по моему сакуры там прям вообще разных разных у нас от розовая ну вот девчонки пока пока на этом я остановлюсь еще раз скажу всем всем огромнейшее спасибо огромное огромное спасибо спасибо вам за комментарии за вашу доброту за вашу поддержку спасибо мои дорогие ну вот мои хорошие и сосиски спеклись мягкие вон видите тесто такое мягкое сейчас чуть-чуть остынут веру позову будем чаевничать кто сейчас пьет чай кушает всем приятного аппетита девочки быстро и сообразила так раз их чуть тут время то испеклись сейчас будем ужинать у нас это или ужин или что даже не скажу но сейчас верочку на получаем поездка на сосиски и буду укладывать спать примет лекарства и отбой спокойной ночи всем привет сегодня уже 14 я вчера вечером так и не включилась у нас морось морось и потом прошел хороший прям дождь а сегодня смотрите какая погода чудесная я собралась в опеку идти и в аптеку и что-то тепло оделась кажется смотрите сколько дуванов вон трава какая вчера был такой ветер вишни все вот вишня цвела рясно цвет весь пооблетал а вот орех распускает свои листочки видите девочки вот они вот я сейчас сюда вот зайду вот орех вот такой у него лист это манджурский орех девчата а вот яблонька дичка вкусная она сама по себе здесь выросла прошлый год так рясно цвела но она вот-вот зацветет чё-то я не вижу цветов на ней а где же цветы то она вроде бы и не цвела в этом году я бы видела ходила с мимо нее все время она не цвела что я не пойму на прошлый год она вся белая белая была может через год плодоносит непонятно так зелено и все-все-все в одуванах девчата вот эти одуванчики я сейчас схожу приду с гаража достану свою косу заправлю ее и попробую там мою делянку от в переднем огороде покосить вот такая красота но ветерок ветерок есть поэтому не зря я кофту одела думала наброшу кофту мало ли пойду билеты отнесу сдам и зайду мне надо купить капли в нос и лекарства от кашля опять взять вера дома лежит вот температура как бы у нас ушла ну и врач сказал на третий день пойдет на спад температура вот орех тоже большое дерево видите девчата а вот у моей соседки она любит цветы у нее он тюльпаны уже цветут ухаживает цветовод она очень любит цветы и цветы вот разводит у нее по всему огороду цветы а вот это вот деревья вот эти это розы они девочки потом зацветают такими розовенькими цветами вот эти вот сейчас они он как сухие ну зацветут да я думаю крапивы много вот крапива стоит видите ее полно вот но она уже как бы вот она крапива она как бы переросла поэтому ее уже ну вот она если только поближе к макушкам ее рвать вот она стоит в огороде я рвала в своем на борщ у меня ревень там три куста таких больших больших уже и семена один куст выпускает стрелку с семенами надо еще взять и по краю огорода понасажать пускай он растет с него варенье вкусно я скажу варенье очень хорошая сревня и кироги печь можно вот я спустилась до улице вот уже на улицу вышла со своей девочки тропы вот моя тропа и вот орех дерево большое большое все же как хорошо у нас здесь тишина шикарная вот обрезали девочки деревья видите какие были здоровые здоровые обстригли потому что чтобы они не упали вот дерево дрожит камера и вот дерево огромное их отрезали я не знаю кто это заявку надо делать потому что так просто ты не обрежешь дерево этого делать нельзя вот порубочный лист должен быть вот потому что у нас там дерево тоже трухлявая напротив моего дома ближе там к дороге да и когда были электрики провода меняли мы их просили обрежьте отрежьте вернее спилите это дерево они говорят мы не можем нужен порубочный лист специальные службы которые приезжают и они только спиливают все это а так нельзя ну вот выхожу на свою тропу чингачуга и пошла пойду девчата быстренько сбегаю и буду заниматься делами я вчера вязала еще немножко вечером свою жилетку ну довязала почти до той части где сейчас буду высчитывать как я буду делать рукава петельки вот эти надо посчитать и буду делать прорезные рукава извиняюсь карманы и буду делать прорезные кармашки хочу сделать это же без рукавка у меня вот и вязала немножко вчера кокетку опять же я ее перевязывала ну что-то начала она у меня как фолдить немножко и вот хожу и кручу думки как же так если вязать там строго по схемке она получается маленькая узенькая если чуть-чуть там я увеличила петелек она начинает волниться фолдить ну посмотрю как что сегодня подумаем там что сделать но кокетка уже готова и потом уже начну с бегоней вязать боже тут она это камни накидали подкидывать навозили видите камушек подбрасывать сюда вот дорогу дорогу никто не делает девочки советские-то времена не делали здесь вот проходил овраг по ней никогда не ходили а наша дорога была вот там чуть в сторону но там построили предприятие какое-то и люди стали пользоваться вот этой дорогой видите камни привезли чтобы подсыпать потому что люди живут вот там там три дома еще по моему три они все ездят на машинах а дорог как таковых нет ну и вот таким образом каждый привозит где камушки где кирпичики и подсыпает эти ямки засыпают вот я может быть включусь на первой речке вам немножко покажу город вот вот а сейчас пойду на автобус девчата пойду на автобус воздух чистый вот спускаюсь уже город слышно уже шум от города у нас не слышно ну воздух такой прям вот дышать хочется после дождя это девочки чистый чистый воздух хороший и все цветет вокруг деревья мои хорошие все зелененькие сегодня буду косить если заведу косу я вам покажу девчата как я с этим делом справляюсь ну а покосить надо там для нос только уже травы поперла трава еще сходов нету в огороде а травы уже миллион много очень очень вот ну включусь на первой речке к вам и вот я на Некрасовской вылез девчата вот я на Некрасовской город вам немножко покажу вон какое дерево видите огромное чувствуете разницу моя сопка и город какой здесь шум вот приезжаю с города как выжатый лимон как выжатый лимон девочки вот это водоканал наш и вот город сейчас чуть-чуть увеличу вон моя сопка на ней торчат две антенны это моя сопка только с другой стороны вон она макушка торчит вот представьте девчата я раньше жила в самом центре города ну почти почти там 20 лет прожила в центре но раньше столько не было машин не было движения такого шума не было было как-то поспокойнее а сейчас я даже не представляю как бы я жила вот в городе я уже настолько привыкла на свои сопки вот деревья видите как обрезают деревья вот они потом распушатся и будут вот в таком состоянии но мелкие веточки отрастут вот уже отрастают все нормально и будет нормально потому что это вон мальчик несет девочку на спине она смеется молодежь вот поэтому в городе тяжело жить такой наплыв машин видите везде машины везде девчата я не представляю я устаю лично от города я прихожу когда с Верой домой мы всегда говорим господи как хорошо у нас дома как хорошо вот это район еще старый вот здесь пятиэтажки и еще возле домов такие вот скверики зеленые вот видите ну тут стоматология вот домик старой постройки четыре этажа а там вот то торчит большое здание это мединститут вот вот город конечно красивый девчата сейчас зеленый все зеленеет и еще вот газоны тоже не кошеные потому что очень быстро поднялась трава очень быстро видите сейчас покосят пройдут вот эти дорожные службы они всегда косят и будет очень красиво но деревья вон уже побелили стволы вот тоже дерево какое интересное я даже не знаю что это за дерево вон у него какие-то эти вот какие-то на деревьях непонятно что это за дерево я без понятия девочки зелень ветерочек дышать хорошо жить хорошо девчата жить хорошо когда на душе все спокойно равновесие дома мир и порядок человек в ладу сам с собой со своим внутренним содержанием как говорится тогда и жить легко и хорошо и хочется вон моя собка вон она огромная вот на самую макушку мы с Верочкой поднимались девочки представляете вот такое движение это еще не час пик а в час пик вообще идут машины стеной девчата просто стеной я сейчас вот там дальше перейду дорогу и сяду на автобус проеду еще немножечко и выйду на первые речки там наша опека и там аптека есть я карточку свою аптечную дома забыла ну и ничего у меня там сегодня мало лекарств я буду покупать только от кашля и капли в нос остальное пока все дома есть брать не буду вере получше стало но она сегодня лежит гулять то сказали нельзя потому что обдует и снова добавится все полощем горло полощем все лечим не знаю за неделю я думаю что ребенок восстановится и будет все нормально вот вот видите старые домики пятиэтажки а этот новые уже построечки под магазины вот здесь девочки был наш хлебозавод ох и боже мой радуется радуется радость радость сколько собачка радуется маму свою увидела аж визит визит а вот то девчата вот сейчас я буду переходить красный пока 80 секунд будет красный потом зеленый загорится я перейду вот это наш а здесь был ликероводочный завод сначала вот здесь а туда дальше хлебозавод на этой стороне там дочь моя работала кондитером фреш поставили вот супермаркет вон там стоянка вон собачка увидела свою хозяйку говорит с утра не видела аж визжала девчата вот но здесь вот видите мини-маркет а вон чанли китайская наверное кухня китайской кухни полно на каждом шагу девочки у нас везде голодным не останешься по-любому зайдешь покушаешь вот поэтому будем сейчас ждать загорится зеленый и пойду на автобус там на первой речке еще включусь вот такое движение девочки ну сегодня очень хороший день очень вот девчонки видите какие домики это старые тоже постройки это вот большой дом вон он высотный и тут вот как бы дворики такие сейчас уже таких двориков не найдешь вон видите тихий тихий как раньше было хорошо маленький дворик совсем немного соседей жили ну там по 16 квартир или по 8 квартир вот такие двухэтажные дома вот здесь вот рынок на первой речке у нас ну тут зеленая зона и море недалеко я зашла в опеку сдала билеты вот спросили как ваши дела я говорю да у нас все хорошо вот спросила что там с квартирой она говорит ой еще рано пока там закон еще устаканится все вот здесь кафешка тоже вот музыка играет в общем пока еще рано я говорю ну я тогда приду в июне месяце еще в июне вот видите какой домик старинный а это вот большой дом красиво сейчас я вам покажу где рынок у нас девчата вот это рынок вот дорога вниз и вон море видите вон море вот я вам увеличила вон там стоят кораблики ну такие маленькие и море девочки так хочется занорнуть ну скоро скоро придет тепло будем купаться сейчас я вам покажу вот тут немножечко перед рыночком площадку вот я иду вот то вот здание дочь моя заканчивала на кондитера вот здесь кулинарное училище вот оно ну вот прям вот оно вот стоит здание а это вот вот это рынок раньше был открытый китайский рынок сейчас все сделали давно уже правда цивильный вот здесь был кинотеатр москва то иллюзион был сейчас опять вон написали москва детская площадка маленькая вера была я же каждый месяц ездила в опеку и мы всегда с ней вот на этой площадке гуляли девчата я здесь садилась на скамеечки а дочь моя вон там вон там качельки вот эти вот лазилки она здесь все время игралась а это торговый центр там несколько этажей в подвал как бы спускаешься много-много бутиков я сейчас не пойду туда потому что дома ребенок больной пойду домой и вот вот это старые еще дома мне вот в ту сторону ехать на мою родную сопку вот движение девочки видите какая дорога у нас вся-вся в машинах очень машин много вон девочка аж кофточку даже сняла но она бегала прыгала мне сейчас тоже говорят как бы что Татьяна Викторовна вы пришли в курточки я говорю да мне жарко но рано еще я говорю не мне нормально мне тепло и хорошо я уже давно куртки не одеваю вот видите первореченский торговый центр а вон там кафе и бар на крыше видать девочки видите туда вход дорога по крыше по крыше и туда лестницы ну вот так вот Владивосток живет шумит бабушка сирень он продает вот моя сирень тоже цветет так красиво красиво вот а вот здесь дочь моя заканчивала на кондитер вон повар кондитер пишут курсы поваров училище девчата там и тут и на парикмахеров по-моему сейчас учат что-то такое я вот толком не знаю все Наташа у меня здесь училась училась она три года по-моему на кондитера работала сколько лет а потом уже ноги стали болеть вена вылезла на ноги и она говорит мама такой тяжелый труд ну печи жара она на Владхлебе сколько лет отработала ой я помню как они там особенно перед Пасхой бегненькие работали сутками сутки работают день поспят и снова на сутки уходила эти паски делали тяжелый труд девчата очень тяжелый видите автобусы у нас один за одним а мне надо на ту сторону перейти чтобы сесть сейчас загорится зеленый я туда перебегу ой и там покажу вам еще вот здесь девчонки небольшой рынок ключи делают а вот тут цветочки розы я вам покажу сейчас смотрите-ка это все розы вон сколько роз красота разные сорта наверное разные сорта а сколько стоит один кустик 150 рублей она все хорошая цветет ну денег нет с собой надо приехать а вы все время здесь да? да ну приехать купить я не была вот сын будет маленький ага спасибо ну а тут овощи овощи вот клубничка бананы свекла картофель он молодой лучок, картошка, морковка овощи все есть hello вот видите какие овощи фрукты у нас все есть в продаже все красивое да да только денег нету людей нет дай да людей нет денег нету ну как получат прибегут и всем привет хорошо дядька вам привет передает всем привет сказал ну помидоры 160 огурцы 150 вот такие цены девочки вот 150 помидоров эти 120 огурчики маленькие помидорки 200 розовенькие 130 лук 45 картошка 55 морковка 50 перец сладкий 200 дайкон 80 вот такие цены у нас но все красивое вот яблочки зелененькие новой зеландии апельсин 180 ой а я вот такой фрукт не знаю колобол какой-то сладкий это что за фрукт такой а это вот что за фрукт такой как мандарин как слаще мандарина слаще мандарина говорят 220 рублей девчата и апельсины ну вот эти яблоки вкусные сони манго он продают киви ну есть все абсолютно все черешни а вот черешни голубиха а черешня почем черешни лучше не спрашивай в обмороке будут да не будут полтора но она настоящая черешня ну дитю можно купить чуть-чуть да не у меня сейчас денег нету это я обзор делаю так приду приду он там за розами придем к вам вот тоже овощи видите все много всего все есть и все красивое все хорошее ну здесь вот киосок такой зарядка ну сюда уже я зря пошла и здесь и здесь китайцы видите у нас вот они везде они везде продают цветочки вот мне вот такие горшки надо купить вот именно вот такой вот горшок хочу под цветы свои ну надо на луговой купить чтобы принести вот посмотримте давайте что тут с рыбы икра ментая лежит 150 икра красная 1200 вот рыбка девочки голова семги 500 рублей за килограмм окунь берест какой-то 300 рублей треска 260 рублей макрос килограмм стоит 170 кальмар 180 из девчата и кальмар чищеный филе 360 ну там он морская капуста мидии 200 рублей я гребешок полкило тысячи рублей он только он природный у нас 100 рублей дешевле 900 рублей кошмар 900 рублей 900 рублей сельдь сельдь навага по 90 рублей толстолоб 150 рублей девочки писучь 100 рублей молоке киты 120 кефаль 120 пеленгаз 80 рублей рыба горбуша 200 красноперка есть вот 80 рублей карасик 100 рублей нарезка сазан толстолоб 230 спуститесь помочь я такую брал мне опыт нарезка сазан и толстолоб 230 рублей и сазан девочки он какой огромный красивый красавец 180 рублей на сколько он тянет килограмм 1 3,4 потянет ну это разве большой ну там вон креветка девчата краб килограмм стоит 550 вот он краб и вон так леветка стоит килограмм 650 рублей вот такие цены девочки я вам все показала ну а здесь частники сидят вот я вам все показала цветочки вот продают бабушки красивые видите цветут цветочки геранька а та тоже геранька такая красивая красивые бабушки продают покупают бабуль нет просто сидим плохо когда купят деньги денег нету людей да все красивое все хорошее георгины вон там ну а здесь девчонки вот киоски вот так ругаются идут все нервные девочки сейчас еще весеннее обострение у людей поэтому замечания не делаем никому здесь вот яблочки ананасы вот гранаты есть 300 рублей девчата груша 180 яблоки 180 180 150 груша 250 и 180 вот разные цены но она разная груша киви 30 рублей штучка мандарины видите вот говорят еще слаще чем мандарин можно можно почему нельзя конечно можно ну я на секунду остановилась вот все есть картошки морковки и овощи тут вот тоже магазинчик рыба камбала жировая камбала безголовая селедка у меня кстати дома селедка лежит ну тут вот район идет пятиэтажные домишки туда я уже не пойду я пойду возвращаться на автобус вот цветочки тоже у бабушек а вот черемша продается ага что с ней делают салат салат а щи не варят с нее нет только салат да только салат делают но я ее не понимаю и вот цветочки комнатные классные эти хорошие все девчонки уходим я показала вот все по рынку прошла люди сидят продавцы а покупателей мало нету людей денег поэтому пойду на автобус пойду на автобус сяду на пятьдесят четвертый проеду немножко а там пересяду на свою девятку чтобы доехать мне прямо до самого моего дома ну до низа до сопки нашей вернусь и пойду на огород девочки сегодня вот так вот ну вот я вышла с рыночка с этого вам показала девочки сколько стоят овощи фрукты чтобы вы маленько ориентировались со своими ценами ну у нас цены я скажу не из дешевых вот оттуда я шла это район вот первой речки тут в основном вот такие вот дома пятиэтажки а вот эти вот шестнадцати и вот эти это уже новые дома поднастроили а когда я приехала в семьдесят шестом восьмидесятый этот район весь был застроен пятиэтажками чувствуете какой шум здесь вон там остановочка я иду на остановку и еду домой вот поэтому девчонки включусь уже скорее всего дома а тут собачий магазин для кошек вот они зоогастроном видите мы как-то заходили с Верой здесь покупали жульки и маркизу еду ну вот так вот девчонки все мои хорошие включусь к вам дома вот сиренька цветет тоже а вот какое-то дерево какое-то смотрите у нее вот какие цветочки я даже не знаю название этого дерева интересное у нее а ну она я думаю как это так цветочки те а листики как у сирени она просто то дерево и сирень вместе выросли с одного вон с одного кустика еще раз всем привет вот я добралась до своей любимой сопки девчата показала вам немножко город ну как город кусочек из города первая речка я вам показала первую речку и там рыночек небольшой видите пошла в кофточке повесила сумку на плечо зашла в наш магазин еще взяла Вера попросила картошку пюре вот эту банк это роллтон и я говорю вот стоять опять ты эту химию своей картошки что ли нет ну купи мама ладно думаю болеет купила ей две пачечки и селедку себе девчата так захотелось селедки спросила хорошее хорошее ну да вижу правда хорошее хотела одно от жадности взяла ну две конечно ага и конфет купила к чаю карамель я только карамель пью шоколадные были она а что вере не берешь я говорю нет не беру нельзя сладости исключили мы сладкое вот вот показала рынок вам цены рыба рыба есть девочки у нас и разная всякая и морская и речная но цены вы видели крабы такие дорогие а вот эти вот мидии всякие рыба морепродукты я их даже и не пробовала никогда мне кажется такая какая-то бе ну не люблю я не люблю я трепанка у меня муж помню привозил с попова я беременная была катериной я пока их варила обрыгалась вся запах такой противный было может быть то что я беременная была тогда мне все говорят да ты что это ж такой деликатес а я это даже на дух не переносила из той поры я даже не могу попробовать их вот ну краб конечно настоящий краб он очень вкусный там даже говорить нечего но он дорогой девчонки он дорогой речная была рыба вы видите я ее спросила на сколько тянет она говорит целая если рыбина бывает и четыре три с половиной четыре килограмма ну дорого это дорого а во вторых это если целую допустим брать ну чтоб на семью большую а так как вот мы вдвоем живем она будет что у меня телепаться да и речную рыбу я как то знаете не очень то люблю хотя я выросла на волге папа рыбак мама нас кормила всегда жарили лещей вкуснота это я любила всегда сухую рыбу и по сейчас ее люблю и окунь и подлещики и судака мама сушила солили сушили у нас полный чердак сухой рыбы всегда висела полно ну папа рыбачил все время поэтому а сейчас уже сколько лет живя здесь 76 года во Владивостоке мы едим только в основном морскую рыбу потому что я как то брала речную рыбу девчата она мне с ханки речка ханка мне не очень понравилась и запах другой видать вода другая не привыкшие я так скажу просто не привыкшие денек шикарный я съездила вырвалась из дома немножечко как говорится я отдохнула от своих стен сейчас сейчас приду сейчас приду перекушу пойду достану свою как ее косу она у меня в гараже стоит новую достану ну как новый уже сезон сезон или два даже я ей пользовалась мне дети подарили у меня одна была что-то она сломалась в ремонт только отвезли и после ремонта я один покос ей сделала и она заглохла заглохла и больше не включилась снова в ремонт что ли ее тащить Костя пошел и новую купил за 11 тысяч косу такую облегченную а он косит вот такая велосипедная ручка та тяжеленная коса но та мощная она мощная там есть такой диск железный он даже молодые деревья срезает без проблем ну то мальчишка то косит а мне хочется покосить вот где мои березки ту поляну потому что трава уже там поднялась я иду ветерок вроде как поднялся а тут вот зашла на наши сутки опять все тихо тихо и хорошо ну вот дела сделала девчонки билеты отвезла лекарства купила людей посмотрела по рынку прошла себя показала что еще нам надо больше и пока ничего сейчас домашние дела доделаю покажу и пойду посею посею мелочевку потом помоюсь и сяду займусь вязанием буду вязать свое удовольствие а я сейчас мальчику вот вы знаете это я уже ушла я попила чай я иду и вот хочется мне пить воды не хочу а хочу чай я купила два пирожных без крема а вот знаете как в школе продавались школьные называлась но гляжу здесь продает я говорю дай мне два пирожного сейчас с Верой с чайком попьем взяла с кремом боюсь брать с кремом который я беру на луговой там девчата хочу кофту расстегнуть мне жарко прямо жарко сейчас расстегнусь пору кофту снять не то что расстегнуть а снять жарко в ней люди кто в куртках кто как одет девочки непонятно я зашла в опеку она говорит ой вы что не замерзли так легко одеты я говорю не мне жарко тут вот тоже все в дуванах красиво зелень и небо сегодня облака плывут белые девчата день хороший прекрасно вот у меня есть настрой сегодня покосить поэтому надо это использовать пока мне хочется нужно быстренько взяться за косу и покосить Вера моя уже звонила мам ты где я говорю я на на первой речке была сейчас сяду в один автобус пересяду прыгну в нашу девятку и поеду до дому вон вон моя дорога видите я иду по ней иду иду и иду но остается немножко девочки вот так вот у нас уже время после обедни а кто по Москве живет у них утро я всем желаю этот день провести в улыбках в хорошей компании за хорошими делами девчата чтоб денек вас согревал солнышком и окружали хорошие люди вас всем добра и здоровья а к вам включусь уже дома мои хорошие вот вот девчонки завела косу сейчас буду косить вон ту поляну вам включу и увидите как я работаю косой это интересно а мне нравится косить если честно сейчас покажу вам то бывает не Продолжение следует... 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 Продолжение следует...